Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Бытия. И сегодня мы будем читать 38 главу этой книги. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоломитянина, которому имя Хира. Что мы здесь видим? История Иосифа такая интересная, она вдруг прерывается. И начинается история Иуды, который отделяется от братьев, отходит от них. Почему? Иуда разочаровался в своих братьев. Особенно, когда он увидел страдание отца, который сказал буквально следующее, что он в сединах, в скорби, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Иуда как бы не может простить это своим братьям. С другой стороны, братья могли возненавидеть Иуду. Например, они могли бы сказать ему, «Ты велел продать его, но мы послушались бы тебя, если бы ты приказал бы отпустить его». То есть Иуда для них был как царь среди них, потому что это царский дом Иуды. В любом случае произошел конфликт. Те люди, которые злоумышляют против кого-то, они потом начинают неизбежно злоумышлять друг против друга. Это неизбежно. И вот Иуда отошел, то есть отделился и поселился близ одного адаламитянина, которому имя Хира. Адулам – это город в Иудее, примерно в 30 километров к югу-западу от Иерусалима. И увидел там Иуда, дочь одного хананьянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Кстати, то, что эта дочь одного из хананьянина, имеется в виду территориальное положение этого человека, а не национальное. Есть основания предполагать, что все было не так просто. Мы это увидим дальше. Анан – это тот, который самим своим именем дает наименование греху. Иуде, который известен как грех анонизма. И еще родила сына и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хезифе, когда она родила его. В Хезифе – это название места. Возможно, это название места. Иуде взял жену Иру, первенцу своему, имя ей – Фомарь. Фомарь – это праматерь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ее имя мы находим в родословии Сына Божия, в Евангелии от Матфея. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей – Фомарь. Не надо думать, что она обязательно была хананьянка, потому что ее имя имеет перевод. Это еврейское имя, значит. Это говорящие имя. Насколько я помню, оно означает «пальма». Но я могу ошибаться. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей – Фомарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа и умертвил его Господь. А вот чем он был неугоден, не говорится. Мы вернемся к этому, чтобы понять, чем. И сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Ну, было такое понятие, как ливератный брак. Если брат умер бездетным, то живой брат должен жениться на вдове, брата своего, чтобы его имя не пропало в народе. Он должен был войти к ней, как деверь, и восстановить семя брату. Анан знал, что семя будет не ему. И потому, когда входил к жене брата своего, его изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. То есть он совершал излитие семени на землю, изливал, это шахет, шахет по-еврейски, на землю. Он как бы уничтожал, это слово, машхит, извергнувшееся семя тем, что изливал его вовне женского луна. Зло было пред очами Господа, то, что он делал, и он умертвил и его. И вот то, что говорится, и его умертвил, значит, это действие связано с тем, что делал старший брат Ир, но его преступление не называется. И древние экзегеты рассуждают так. То есть он делал что-то похожее, но грех настолько ужасен, что он даже не называется. А вот грех анонизма называется. А в понимании древних, что хуже анонизма, садомский грех. Садомский грех. Этот грех, преступление Ира не называется, просто сказано, был неугоден пред очами Господа и умертвил его Господь. А почему же не называется? О жителях Содома и Гоморы говорится, что они творили. Почему не называется? Потому что в понимании древних людей нельзя открыто говорить о таких грехах. грехах, если речь идет о верующих людях, которые принадлежат к семействам верующих людей. В еврейских традициях даже было прописано, нельзя подозревать людей в подобных грехах. Потому что если подозревают и вдруг напрасно, то это серьезное наказание. И в еврейской традиции законодательной было такое правило, если кто-то видит, что двое мужчин пошли в какой-то пустой дом, не надо думать, что они пошли для блуда. А они могли пойти для молитвы. То есть каждый должен считать в силу своей испорченности. Каждый может так считать. Но лучше подозревать людей в хорошем, чем в плохом. Зло было предачами Господа, то, что он делал, и он умертвил и его, то есть как Ира, за более серьезный грех, который даже не называется, и его, то есть теперь Иоанна, тоже за сексуальное преступление, но не такое же серьезное, как у Ира. И сказал Иуда Фомари, невестке своей, живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ну, а Шела еще маленький. А по закону Ливерата Шела должен продолжить семя, чтобы имя Ира не пропало, хотя его грех ужасен, но ни одно имя не должно пропасть. Ибо он сказал, то есть он сказал Фомари то, что сказал, а про себя подумал, не умер бы и он, то есть Шела, подобно братьям его. Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени и умерла дочь Шуи, жена Июдина, то есть Иуда стал давцом. Июда, утешившись, то есть прошло время траура, пошел в Фомну, к стригущим скот его, сам Ихира, друг его, Адаламитянин. И уведомили Фомарь, говоря, то есть, а кто-то рассказал Фомарь? Вот свекор твой идет Фомну стричь скот свой. А кто уведомил? Тут борьба идет, знаете, за что, друзья? За семя, из которого явится Христос, Спаситель. Ведь имя Фомарь в родословии самого Христа. Она праматерь Иисуса Христа по прямой. Поэтому мы можем предположить, что ее уведомили ангелы, Малахим, вот эти вестники Божии. И сняла она с себя одежду вдовства своего, то есть она узнала, что Шелла уже вырос, она не дана ему в жены. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом, и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге Фомну. Ибо видела, что Шелла вырос, а она не дана ему в жену. В те времена покрывали свое лицо блудницы. Почему? Тогда блудницам было стыдно. Они не теряли чувство стыда, и свои лица они скрывали. И увидел ее Иуда, то, что она лицо свое скрывает, все равно, что женщина идет под Тверской и в какой-то маске. И увидел ее Иуда, и почел ее заблудницу, потому что она закрыла лице свое. Он поворотил к ней, то есть свернул с праведного пути. Здесь слово «поворотил» означает окольными путями, в нравственной моральном смысле, и сказал, войду к ней, войду я к ней, ибо не знал, что это невестка его. Он не знал, он не видел. Она сказала, что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал, я пришлю тебе козленка из стада. Она сказала, дашь ли ты мне залог, пока пришлешь. Он сказал, какой дать тебе залог? Она сказала, печать твою и перевесть твою, и трость твою, которая в руке твоей, и дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. Печатью тогда скреплялись договоры. Смотрите книгу пророка Иеремии 32-44. Богатые люди, они носили печать с собой, чтобы скреплять договоры. Кстати, множество печатей третьего, первого тысячелетия до нашей эры, обычно цилиндрических, с отверстиями для шнурка, найдено археологами на Ближнем Востоке. И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. Зачала с первого раза. Тут было какое-то вмешательство божественное. И встав, пошла, сняла себя, покрывала свое, и оделась в одежду вдовства своего. И Юд уже послал, козленка через друга своего, адолометянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Инаеме, при дороге. но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратился он к Июде и сказал, я не нашел ее, да и жители вместо того сказали, здесь не было блудницы. И Юда сказал, пусть она возьмет себе эту печать, эту перевязь, эту трость, чтобы только не стали над нами смеяться, вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Июде понял, что это очень некрасивая история. Да, конечно, он исполнил время траура, об этом мы прочитали, но так бегать по женщинам это не очень правильно. Прошло около трех месяцев и сказали Июде, говоря, Фомарь, невестка твоя впала в блуд и вот она беременна от блуда. И Юда сказал, выведите ее и пусть она будет сожжена. А в каком случае надо сжигать невестку, которая стала блудницей? Вот мы четко видим, что все действия героев книги Бытия точно соответствуют закону Моисеева. они на уровне священного предания знали все тонкости закона. В каком же случае невестку можно сжечь? Она должна быть сожжена. В законе Божьем говорится о том, что если дочь первосвященника, если дочь первосвященника, священника совершит блуд, ее надо сжечь. Во всех других случаях блудницу побивали камнями, а сжечь это дочь первосвященника. О чем это? Есть предание, что Фомарь была не Хананьянка. Она была потомком Сима и Вера, а Сим в понимании древних это тот самый Мельхаседек, царь Сабима, Малкицедек, который называется священник Бога Всевышнего. И она не простолюдинка, она не из язычников. Она про Матерь Христа по прямой. Но когда повели ее, то есть на сожжение, она послала сказать свекру своему, я беременна от того, чьи это эти вещи. А вещи-то не сохранялись. И сказала, узнавай, чья это печать и перепись и трость. И вещи передала. И Юда узнал. Это его печать, это его перепись, его трость. Может быть, я учусь о трости для скорописания. И Юда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ей шели, сыну моему, когда он подрос, и не познавал ее боли. То есть он не вступал с нею ни в какие отношения. Но вот через это кровосмешение, это грех кровосмешения, рождается Христос. И кого-то это может смутить, но Матфей специально в родословии дает имена женщин с очень сложными судьбами. В родословии Сына Божия. Это имя Фомари, грех кровосмешения с тестем, это Рахав, блудница из Ирихона, это Руфь Мавитянка, в законе Божьем сказано, в книге Второзакония, Мавитянин и в десятом поколении не войдет в народ Божий, а она, кстати, Руфь, прабавка царя Давида, и это бывший Заурий, то есть Версавия. Матфей не упоминает праведную Сару, Рахиль, Лию, он дает такие имена. Почему? Чтобы показать. Христос пришел в этот мир спасать неправедных, а грешников. И если по человечеству он выходит из такой родословной, где были и кровосмешения, и другие грехи, а по божеству входит неслиянно в этот мир и становится сателесником, значит, он не погнушается твоей и моей замутненности. Он силен сойти в ад твоей моей души и облистать сиянием божества. Что происходит далее? Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав, этот вышел первый, то есть рука высунулась, повивальная бабка навязала красную нить, а рука опять убралась, но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его, то есть без нитки, и она сказала, как ты расторг себе преграду, и наречено ему имя Форес, потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара, Форес, Парец, означает прорыв, то есть как бы прорывается, а имя Зарах, созвучно глаголу Зарах, сиять или олеть, сиять или олеть, потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Итак, мы сегодня окончили чтение 38-й главы, с 39-й главы возобновляется история Иосифа, я догадываюсь, некоторые с нетерпением ждут, а что же будет происходить с Иосифом далее, я рекомендую вам следить по тексту во время наших бесед, не сбегайте вперед, чтобы под руководством нашего портала исследовать текст, тогда текст откроется для вас новыми гранями. И рекомендую подписываться на библейский портал Экзегет, чтобы не пропускать очередных бесед, которые предстоят. Если Бог жив, Господь позволит. Спасибо с Христосом. с Христосом. С Христосом. С Христосом. С Христосом. Продолжение следует...